здравствуйте всем вон люди идут так называемый тайной тропой ну тропа и очень тайная но для многих жителей самары она действительно они ничего не известно но многие уже знают но тем не менее тем не менее некоторые еще нет в частности мой отец и моя мать не знает про эту тропу суть в том что без как без пробок добраться до микрорайона крутые ключи очень просто электричка и вон она ушла ушла не знаю камера возьмет ли нет нет к сожалению не возьмет ну и нам тоже путь туда это видео посвящено экскурсии в самый микрорайон крутых ключи и очень называет кошлев проект том что устроил бизнесмен кошлев а сейчас вы оцените вот этот красоте еще дома там очень много он там еще далеке вы не видите стройка идет вообще хотел снимать нормальную хорошую погоду в смысле чтобы солнышко было чтобы был такой такой солнечный денек но не случилось не сложилось не вытерпел вообще честно говоря может картинки подумать что это февраль нет это не февраль это март уже март уже весна но такого не скажешь а вон вдалеке вдалеке ух ты он идет сюда что да он идет сюда сейчас мы заснимем ух ты повезло повезло так тогда да да гудок вижу вижу поезд ну и суть данного видео просто прогуляться по этой тропе до определенного места какого вы увидите на давайте ка давайте ка чё вот где лучше лучше там наверное да сейчас я все таки засниму поезд давай на станции прибывай так идет 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 все молкаю а то сейчас все оно меня будет не слышно из-за этих гудков что и ветер поднялся да блин длинный какой поезд а еб твоя мать вон вагоны нескончаемо просто нескончаемо идут как говорит мой отец железнодорожники вообще в раз охуели просто железнодорожники охуели Günther Багон он mais но А вот что я нашел, короче Белочка Ух, действительно Может она случится У жителей Кошлевого проекта Так, все, все, идем Мне надоело ждать Время не резиновое Я надеюсь, меня было, слышно, но если нет, извините Поезд как-никак Так, все, пошли дальше Вон, короче говоря Ух, виднеется уже Школа номер Школа номер 7, вот она, самая такая Одна из самых передовых Школ Между прочим, там Не знаю, то ли зауч, то ли Сейчас люди пройдут И расскажу дальше Ну и вот, там, короче Мамкина Подруга, что ли В общем, одна учитель Одна зауч Уволилась Из школы номер 170 Я не помню, кто Ну и работает В общем, в той передовой школе Мы ее сейчас поближе То посмотрим Идем Вот этой самой Тайной тропой Так, надо идти побыстрее, чтобы Видео получилось Довольно-таки информативным Но и без всяких там Ага И нам Туда, налево А вон там, вон Касса Продает билеты И продает наркотики Хе-хе-хе-хе-хе Эхе-хе-хе Эхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Вода Качка Пятьдесят метров Это еще Со времен Со времен Наверное, когда тут Тут был Просто пустырь А, вон идет Школата Давай сейчас подслушаем Вот они как-то серьезно-то Заявление на кого-то написали В этой самой школе Не все так гладко В этой самой школе номер 7 Как нам стараются Парить по СТВ Или по ГДРК Самария Идем дальше Да, конечно, тут не было ничего О, виды Трапин Вид на трапу просто прекрасен Назад обращаюсь Ну, наверное, нам еще Будет возможность полюбоваться Видами Вот Электрощитовая Генерирует Электричество Вот она сама Школа номер 7 Теперь уже Ну, в максимальной близи Насколько это Насколько это вообще возможно А нам еще Нам еще далек Далек этот путь Мебель на заказ Висит объявление Вон там Давайте Небольшую рекламу сделаю Так, мебель на заказ Ну, тут, наверное Увидите потом на повторе На реплее Номер телефона И буду его озвучивать А то как-то я Выдал Лишние координаты Кое-какого объекта И потом Ютуб Мне блокировочку Прислал Совсем утекающими У него Кормушки Воробьи В мире животных Просто Всящий бетит Все говорит О том, что Ух ты Снегирь Ой, как бы Мне его не спугнуть Нет, все-таки Спугнул Обидно Вот он Ладно Что-то я у камеры Не могу ловить Не знаю Может на записи Он будет Может нет Итак Нам путь туда О Какие же тут Краевида Тихо, аккуратно Вон Антенна Да Пользуюсь Зумом Ну, конечно Я понимаю Зум Это будет Все Немножечко Смотреться Ники Кинематографично Но Зато Как есть Ну Слева Дачники Сделали Кормушки А слева Школа Это Мертвая Зона Никого Из животных И Птиц Не видать Ну и понятно Птички любят Не школы Птички любят Ветки деревьев Так Ну давайте Не буду Пользоваться Я зумом Сейчас я Но Ух ты Так Что нас там Надо рассказать Какую-то историю Пока я иду Ну Ну что тут Рассказывают Раньше Тут был Пустырь Полный был Пустырь Пока Бизнесмена Владимир Кошелев Не взялся За осуществление Данного проекта Он не только Кстати бизнесмен Он еще Сейчас Депутат Областной думы Руководитель комитета По строительству Ну я продолжаю Снимать Дачные массивы Конечно Летом тут Кипит жизнь А сейчас А сейчас Нет никого На долгие Верста Как раньше Говорили На Руси Ну и Дома Кстати Построены Панельно Ну это Когда одинаковые Шлакоблоки Использовать Ну не типично Для России В смысле Не те панельные Хрущевки Которые мы Привыкли А Так называемая Шведская слобода И вот мы уже почти Выбрались Монумент Да 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 Здесь Здесь заложено Памятное Капсула В честь Начало строительства Общепозавательной Школы номер 7 Как раз Которая Вот она Надо забраться Повыше Думаю я Ну и Граждан То что Подведены Все Коммуникации Дорога Вот вы видите Есть Тем не менее Пешеходных Тротуаров Тут Не достает Что Присходно А вон Справа Авангард ЧС Колесо Обозрения Ну а Снега Как раз Эти Гаражи Были Ну Примерно Такого же Типа О Вот Тут Края Виды Какие Какие Ну как Как же Лучше Вот так Наверное Что у нас здесь За корреспондент СТВ Да Да Ну Кстати говоря Насчет СТВ Действительно Я когда в школе учился Смотрел эту программу Самарский телевизионный Вестник О Там Ведущая была Наталья Кедрина Как сейчас помню Сейчас не знаю Кто ведет И этот Овчинников Ну Да Давайте Поснимем Сами дома Вот Зеленое Награждение Был скандал В свое время Что Сюда Заселили Офицеров Срочинского Гарнизона Ну и контрактов А вот эти вот самые Ну не этот конкретно дом Но Где-то неподалеку Потекли Дома Ну в смысле Там когда дождь Прошел И они В общем Изнутри стали мокрые Это конечно же Говорит об Некачестве Работы Вот Вот Видите Пчелка Ну ни хрена себе Да Люди Как-то Украшаются И дома Как-то С чем-то Он Он Нелегальная Торговля Конечно же Идет Незамерзайкой Она еще актуальна И будет актуальна До апреля А мы должны Идти дальше Мы должны Идти дальше Булочная Ну и вот Вот Самое интересное Место Сейчас Нет Я поближе Пойду Одно из самых Действительно Интересных Мест Это Вот Полицейский Участок Где Почему мой батя Сюда не сойдется Потому что Его именно В этом Полицейском Участке И Оприходывают Об этом Он сам Не сказал Ну-ка Я его возьму Поближе Ну Ментов Я не наблюдаю Поэтому Идем дальше Кстати говоря Обратите внимание Что Сейчас я Переду улицу Обратите внимание Что Такие вот Контейнеры Круглые Для Мусора В кошельке А не квадратные Которые Которые Мы все Привыкли Ну а тут Самый обычный Мусор А я Машин Много А я Не успеваю Все Заснять Так Ну Сейчас Там Можно Да Сейчас Можно Бежим 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 Ну Ну и После того Как мы пошли Эти все Зеленые Дома Там Площадка Для баскетбола Теперь Начинаются Коричневые Дома Какой Шарик То Он На балконе Сейчас Мы Усюним Дау Шарик Или Что Это Шарик Да У кого Ты праздник У кого Ты праздник А меня Не пригласили Хотя Я Сам Пришел Ну И Слева Вы Видите А Справа Так И уже Дома Можно Сказать Из белого Кирпича Хотя Они Все Панельные И У них Такой Дизайн Квадратный Вот Если Я Хотел Сказать Такие Вот Полосочки Разноцветные Ну Задумка Дизайнеров Была В том Что Дескать Построить Самоле Чтобы Построить Ну Как бы Чтобы Выглядели Дома Не просто Как Дома Не просто Как Панельные Трехэтажки А как А как Эти Самые Ну В общем Постелизованный Под кубик Рубика Если Можно Так Выразиться Выразиться Идем Дальше Дальше Эх Снежок Снежок Я иду В кошелек Итак Вот Вот мы Идем К Месту Нашего Назначения Это Снежок Если Можно Так Выразиться Я тоже, вы будете смеяться, видел в Припяти На самом деле есть Мы все привыкли, что это магазин Какое-то отдельное здание Ну, мы сегодняшние А вот раньше они были Ну, в частности, в домах Мы сейчас привыкли по торговым центрам шляться А раньше вот такие вот магазины Мы были, первый этаж до них отводили Ну, а второй, третий уже жильцы занимали Ну и, конечно же Да, в общем, мой отец, короче, сейчас я дорогу перейду и расскажу Так, мой отец строил дома С отецу с Кошелевым В микрорайоне Ой, в микрорайоне Около спортивного комплекса Кристал И вот они были конкуренты И поэтому были Не в ладах Ну и мы пришли к месту назначения Вот этому вот танку Ведь улица, по которой мы шли Называлась улица Маршала Устинова Давайте-ка посмотрим стеллу Установлен Значит, бла-бла-бла В честь Защитников отечества И оружейников тыла Самарской области Вознавания Семьсотой годовщины Победы Великой Отечественной войны С 41-45-х годов Ура, товарищи! Ура! Давайте сейчас Махину это покажу Вот Вот танк на фашистов И, кстати говоря, еще На счет моего отца Именно Со слов отца Именно в это дуло Именно этого танка В свое время влезала Тетолина Нина Николаевна Трижды Награждена орденом Красного Знамени Чтобы напугать фашистов Она вот из этого дула Вылезала И кричала Хэнда Хох Это такая байка, конечно Но в каждой байке есть доля правды Особенно, когда говорит ее Мой отец Михаил Владимирович Кривошеев За Родину За Сталина Ну и за меня Тоже Так нескромно я себе Дальше Давайте-ка Дальше Я сниму Есть еще кое-что Кое-что снять Это то Ух ты, снег-то усиливается Это, блин Ну, школу мы сняли Теперь Идем снимать Детский садик Теперь идем снимать Люди Обалдели На остановке От моего репортажа Хе-хе-хе А, это точно Так, хотел-хотел Хорош Погоду снять Но ни хрена Ничего не вышло У меня К сожалению Ну, сами видите По этой ребятне Что вот он Детский садик Да, вот он Детский садик Номер один Пафосное название Вот там Оно это самое Пафосное название Так Ну что Дальше У нас идет Леруа И на этом Собственно говоря Так называемая Тайная Хотя она уже Наверное Уже никакая не тайная Тропа Заканчивается Спасибо за внимание С вами был Денис Кривошеев